Здравствуйте, с вами Антон Шафатинский. Мы продолжаем изучать книгу, которая помогает укрепить отношения в семье между двумя супругами. И сегодня маленькая подглавочка, которой стоило бы обратить внимание, потому что без вот этого подхода, о котором сегодня будем говорить, вот все истории относительно комплиментов, как, кому, когда и прочее, они могут упереться в подводные камни. И эти подводные камни, они нам кажутся, что вот действительно они в шутку, потому что если говорить много, и так нам это кажется, что если говорить много комплиментов человеку и разные-разные такие вещи, то его немножечко расслабляет. И это расслабление, оно как раз приводит к, ну, в общем, странным ситуациям, где человек, получая много одобрения и комплиментов, перестает держать такую высокую планку соответствия этому и начинает, в общем, баловаться. И вот тогда, когда хочется сделать этому человеку боли еще приятной, в этот момент он как раз, то, что можно назвать, это задирает нос, и вот тогда ведет как-то себя, ну, в общем, в несоответствии с тем, как мы хотели бы, и сделав так много приятных слов, сделать, так можно сказать, добра ему, сделаем хуже только. То есть вот прям слишком много сладостей в его жизнь добавили, что он просто вот расклеился, что ли. Так вот, такая вот мысль, она ведь совсем недалекая, и есть достаточно из нас людей, которые так думают, что если добавляя комплименты человеку, то это может привести к сложностям в отношениях. Поэтому, как бы вот не упустить вот этот момент, давайте изучим эту коротенькую подглавочку, но мне кажется, это очень важный момент, который вот стоило бы обсудить. Двигаемся сразу по тексту, и я очень рад, что вы смотрите это видео, вот прям сердечко мне вам, потому что это очень, очень для меня ценно. Поехали сразу и изучаем этот вот акцент, делаем на задирании носа. На одной из моих лекций, говорит автор книги, служитель начал спорить со мной с жаром и даже с кневом, в общем, был возмущен так сильно, да? Он утверждал, что если он будет вести себя с женой в соответствии с моими советами, немножечко камера у меня двигается вот так, сейчас делаем так, чтобы не двигалась. Так если он будет так вот себя вести, вести себя в соответствии с советами автора, то она задерет нос, и в общем, в кавычках так написано, и нут что ли, вот по отношению будет чувствоваться, что она как-то вот под обнаглела, да? Вот так вот приводит автор. И я попытался успокоить его, объяснить, что этого опасаться не следует. Возможно, добавил я, что вы пришли к такому выводу из-за того, что очень редко идете навстречу жене, в основном только тогда, когда вы хотите что-то от нее получить. Стоит вот это вот еще раз подчеркнуть и заострить на этом внимание. Человек хочет чего-то от другого человека. Ну, каким методом ему проще сделать? Можно, конечно, приказать, но этот результат точно уже не будет удовлетворительным. А можно вообще подсластить вот это вот желание сделать то, чего хочется самому-то человеку. сделать пару таких вот приятных комплиментов, где в диалоге будет приятно выполнить эту просьбу. Так вот, он говорит, что когда он говорит ей такие вот приятные слова, то она в этот момент задирает нос и что-то, видимо, от него там хочет в этот момент. И прям, ну уж слишком она требовательна становится, когда в тот момент, когда он к ней относится очень хорошо. Так автор говорит, вот видимо, видимо, возможно, да, вы редко, вот редко хотите, редко делаете ей приятные, приятные комплименты, прочее-таки, внимание уделяете. И уделяйте это только тогда, когда вам это что-то нужно от нее. И, соответственно, вот тот редкий момент, когда вы хотите сделать ей приятно, говоря ей комплименты, или в этот же момент ожидайте от нее чего-то, вот как в оплату этого комплимента, то она понимает, что это единственное мгновение, когда она действительно может тоже чего-то вот попросить. И, ну что ли, если ты хочешь вступить в отношение таким вот оплатой за мои выполнение просьбы, оплатой комплиментом, тогда я хочу тоже торговаться с тобой. И поэтому я тоже хочу что-то, вот что ты бы сделал, такой и такой. То есть он чувствует, что в тот момент, когда он к ней с приятными словами и с желанием, и с просьбой какой-то, то и она тоже в этот момент. Получается, что он напирается на такую ситуацию, что супруга требовательна в тот момент, когда он к ней с приятным отношением. Так он говорит, может перестать не таким заниматься, ведь это неправда же. Когда я к ней с хорошим, она, в общем, задирает нос. Говорит, это потому, что ты даешь ей редко вот это вот мгновение, когда ей становится приятно от твоих комплиментов. Она тоже пытается, как и ты, в эту секунду быть выгодной, искать выгоду от того, что в эту секунду вы общаетесь. И поэтому она вынуждена использовать эти моменты, пытаться добиваться от вас того, что обычно получить не может. Но если положительные изменения в ваших отношениях с супругом будут продолжаться и не связанными с вашими попытками получить от нее что-то, то есть просто укрепление, улучшение отношений без какой-то вот прямо сиюминутной выгоды. Вот тогда, когда без этой вот выгоды, а ну вот просто потому, что она хорошая жена, просто потому, что она вот так вот поступила, или просто вот потому, что такое настроение, или просто без какой-то вот сейчас, а сейчас было вступление, это то есть приятные слова, комплименты, а теперь что я хотел от тебя? Это сразу чувствуется, что это не настоящий комплимент, это ну что ли вступление было, вступление. Поэтому он говорит, что попробуйте без вот этого корыстного подхода со своей благодарностью и признанием Попробуйте просто быть признательным и благодарным И подчеркните положительные качества ее без того, чтобы что-то у нее попросили, чтобы она что-то сделала Есть, да? Значит, но если положительные изменения в ваших отношениях к супруге будут продолжительными И не связаны с вашими попытками получить от нее что-то Ей не нужно будет использовать именно те моменты, когда вы идете ей навстречу Слушатель не успокоился, продолжал спорить и утверждал, что его опасения оправданы Ну, по разным обстоятельствам могут быть требовать, может быть, вот так вот именно так Он видит те отношения, что называется, семейные, вот под той призмой Это как бы его дело Тогда другой человек попросил слова и сказал, что, судя по его опыту, действительно есть вероятность, что жена задерет нос Уже интересно, пришло подкрепление, да, этой вот правоты, кажется Тогда я попросил его объяснить, что он имеет в виду Он обратился к аудитории, сказал, значит, рассказ, вот такой мини-рассказ Он рассказывал, три месяца назад я присутствовал на лекции этого раввина Мне было неприятно, что моя жена тоже была на лекциях, хотя лектор и говорил о том, что жена должна делать для мужа В общем, ну, какой-то вот был какой-то вот дискомфорт, да, что жена слышит, что она должна Может быть, у нее тоже вызывало это какой-то дискомфорт, что вот она сейчас слышит при мужа Я все же опасался, что если я буду делать для супруги то, что предлагает Рав, она задерет нос То есть, в общем, что ли, ну, когда он после этой лекции будет делать то, что говорил Рав То она будет знать о том, что он делает это потому, что об этом говорил Рав, а не потому, что это его была инициатива Ну, в общем, мне кажется, такая ситуация, она понятна, и поэтому он так вот говорит, что было так себе, да То есть, вообще, идеально, есть моменты, когда семейные отношения укрепляют, когда оба слышат одну и ту же новость В общем, одно и то же, одни и те же инструменты по укреплению отношений И тогда они понимают, как механизм работает, и оба знают, что, когда происходит Есть такие моменты, когда не стоило бы супруге слышать наставления для мужа И наоборот, мужу не стоило бы слушать наставления для жены Даже есть такие книги по укреплению семейного благополучия, улучшения, что ли, ну, не важно О семейном благополучии, где книга прям разделена на мужскую и женскую части И там, говорится, в женщине, и пусть мужчина туда, как бы, не смотрит А там, говорится, в общем, мужчине, и пусть женщина туда не смотрит Потому что есть что сказать в отдельности И вот в этой ситуации он тоже почувствовал, что есть что было сказать в отдельности Но уж присутствовала здесь жена И действительно, мои опасения оправдались Я стал лучше вести себя по отношению к ней, говорил ей комплименты и помогал ей И вследствие этого она задрала, и, в общем, что же задрала? Задрала мой нос, он говорит Дело в том, что это все привело не к ее гордыне и прочим, да, ситуации А наоборот, вот то, как он относился к ней хорошо Это вот она в ответ сделала так, что она его превознесла Потому что именно такого мужа она и хотела видеть Поэтому, он говорит, действительно, такая некая шутка, да, о том, что задирает нос Так вот, она будет задирать нос, но уж не свой, а мужа И благодаря чему? Благодаря тому, что он будет к ней так относиться Ну, это все в обратном порядке То же самое относительно в отношении того, как жена относится к мужу Вместе с тем, с супругом, который знает об опасении партнера по браку Что они будут употреблять его положением, высказыванию Стоит первое время постараться не требовать от них необычных вещей Которые в повседневной жизни не просят Вот это вот в конце такая вот вставочка, что ли Такое вот предостережение, что ли Мне кажется, это очень важно и стоило бы на нем больше акцентирования Почему? Потому что в отношении, когда обычно, вот до этого момента Не было такого яркого, в общем, какого-то вот ярких комплиментов Каких-то вот явных замечаний о том, как жена прекрасна в разных аспектах И как муж прекрасен В общем, вот такого вот не было Если один из половинок начнет так активно себя проявлять То это, в общем, необыкновенно Ну, это не то, что необыкновенное чудо Это необычно, это настораживает И это какое-то опасение приводит Потому что обычно так не было А сейчас почему-то вот как-то как дикость какая-то Он слишком много начинает говорить комплиментов, замечаний Прям чувствуется, что уж прям как-то вот все переиграно Ну, он старается, а она, в общем, с подозрением смотрит И все то же самое, наоборот Если она вот так активничает в его адрес Он начинает ее подозревать Почему так вот вчера еще так не было А с сегодняшнего дня все как-то вот так пошло Как-то очень странно Может, она чего-то от меня хочет И это вот настораживание, оно как бы сделает так Что на несколько шагов человек отойдет назад И будет смотреть, что происходит вообще Ради чего это все То есть вот что-то необыкновенное Поэтому не торопитесь вот с горяча все вот прям менять Попробуйте быть таким вот природным, нативным что ли Ну, в общем, говорить какие-то слова, комплименты И приятные, в общем, подчеркивания сторон второй половинки Действительно в контексте То есть вот в той ситуации, когда стоило бы подчеркнуть Вот с бухты-барахты просто вот потому что я решил сказать комплимент Ну, это, в общем, если это с непривычки, это может настораживать Поэтому будьте, будьте соответственно вчерашнему дню Но уже сегодняшним новым уровнем Не будьте как дикость в отношениях Потому что это приводит к отбрасыванию партнера и настораживанию Попробуем более мягко, более глубокие комплименты В плане поверхностной, легкие, безосновательные комплименты А обоснованно, что это логично, что человек начинает восхищаться другим Потому что вот по какой причине, это же видно Что вот я раньше не замечал, а это вот так оказывается Когда это вот происходит Ну, это воспринимается очень приятно и долгожданно на самом деле Поэтому вот это, мне кажется, вот эта тема, которую стоило бы проговорить Опасение о том, что вторая половинка сейчас вот задерет нос Можно не опасаться Можно не опасаться Ну и не надо быть вот как будто бы с обрыва сбросившись с комплиментами И наваливаться на партнера, на вторую половинку С вот этой бурей, восхищением Это может настораживать Я желаю нам всем, конечно же, семейных счастья Семейного счастья и крепких семейных отношений Пусть это все происходит в крепком здоровье В крепком здоровье семьи, личном крепком здоровье И крепком здоровье общества Я желаю нам всем хорошего дня Приглашаю принять участие в поддержке фонда Своим благотворительным взносом По ссылочке в описании И желаю нам всем только хороших властей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok